Я ГРБГ Абдул Муталеб приехал уже в Казахстан для участия в турнире Алаш Прайд, который состоится 20 декабря. Обычная семья в Дагестане. У меня две сестры старшие, я самый младший. Родители работали на базаре, на рынке, да, свой бизнес. А сейчас уже у меня своя семья, я женился, у меня жена, дочка, три годика. И в жизни, у меня полгода назад случилась трагедия большая, я очень сильно переживал, у меня в автокатастрофе умер отец. Это был самый близкий мне человек, это был, наверное, самый искренний мой болельщик. И понимание того, что я могу завтра своей победой обрадовать своего отца, меня очень сильно мотивирует. Вот так вот, короче. Вот смотрите, ты сказал о том, что у тебя две сестры старшие, ты младший, у вас в Казахове есть тоже такое. Пока не появится наследник, мужчина в семье не успокоится, у вас в Дагестане так же принято? Ну, конечно, у нас любой мужик в семье хочет сына, продолжение своей фамилии, своего рода. И у нас тоже так же, конечно. Я сам хочу, чтобы был у меня сын, чтобы и чуть помочь ему в спортивной карьере. И в спорте я уже с малых лет, так как у нас в Дагестане уже срождаются с разрядом вольной борьбы. Я тоже так же в школьные годы занимался вольной борьбой, потом переехал в город Вомск, чтобы поступить в университет. И в этом городе уже познакомился с Александром Шлеменко. Он предложил мне выступать по профессиональным боям. И так и началась моя профессиональная карьера. И уже лет 7-8 я выступаю то в профессиональных боях, то в любительских турнирах. Ну, основная моя деятельность – это спортивная карьера. Ты можешь рассказать для тех, кто мало с тобой знаком в интернете, о своих самых ярких боях, своих ярких соперниках, на каких турнирах ты ярких выступал? Ну, я могу рассказать, для казахстанских болельщиков, наверное, будет интереснее, потому что это уже мой третий приезд в Казахстан. Первый раз я здесь дрался в 2014 году в чемпионате Азии. В финале я дрался довольно-таки топовым казахстанским бойцом Сергеем Морозовым. И тогда я стал чемпионом Азии. И вот буквально где-то год назад я здесь дрался на чемпионате мира с Денисом Муциньком, тоже, который будет драться на этом турнире 20 декабря. И в финале я выиграл мне Дениса Муцинька и стал чемпионом мира. Это из таких любительских, из любительской карьеры. А про профессионалов у меня то складывалось, то не складывалось, то травмы. И поэтому я сейчас серьезно дал уже упор на профессиональную карьеру. И сейчас, я думаю, у меня должно получиться. И вот этот бой с Ермеком Туовым, это для меня определяющий момент в моей карьере. Это может дать мне хороший толчок, открыть новые возможности, так как я выступаю в гонном бою против местного бойца. И я даже думаю, что команда Ермека меня чуть недооценивает. И я готов их удивить, и будет интересный бой. Может быть, расскажешь о тренировочном лагере, где и как он проходил, кто тебя готовил. И, может быть, расскажешь как раз-таки о манеджере, который привез тебя в Казахстан в очередной лагере. Готовился я на этот бой у себя в Дагестане, в клубе Академии ММА, под руководством моего тренера Расло Магомедалеева. Я подошел в отличной форме, потому что я уже за три месяца начал готовиться. Я планировал в декабре выступить где-нибудь, у меня были разные варианты. И поэтому я уже где-то месяца два-три держался в хорошей форме. И вообще получилось подвести к бою в очень хорошей форме. И физически, и по борьбе, и в ударке. Но непосредственно к этому бою я больше делал упор на ударную технику. Потому что я посмотрел в бои Ермека, он любит побороться и в стойке любит подраться. Но я думаю, он в стойке чуть медленнее. Я буду быстрее и зрелищнее его в стойке. Потому что Ермек уже и возрастной боясь. Я думаю, ему будет тяжело за мной успевать. А если он захочет бороться, я не против. Я могу и побороться с ним. Но мне будет интересно. Единственное, я выступаю не на свой вес, например. Я всегда дрался 66, потом 61. А Ермек всегда дрался на 70 килограмм. Что-то опасения есть, что физически мне будет тяжело с ним. Но я думаю, ближе к второму раунду уже мне будет легче. Потому что я так рассчитываю, что Ермек за счет своего возраста чуть подустанет. И я хочу дать темп с первой минуты и загрузить его. Однажды мы беседовали с Абдулантом. И он нам сказал, что если вы хотите заниматься футболом, вам нужно ехать в Бразилию. А если вы хотите заниматься ММА, вам нужно ехать в Дагестан. Согласен вы с его выражением? И если да, то почему? Я полностью согласен с Абдулманапом. Потому что у нас в Дагестане уже многие годы были созданы хорошие условия для вольной борьбы. Все условия, залы хорошие. И условия, и тренировочные лагеря в горах, пробежки в гору. И вот это все потихоньку перешло к представителям ММА. Потому что сейчас ММА развивается. И соответственно, все это, этим пользуется уже и ММА. И кроссфит-залы, и залы вольной борьбы, и креплинги. У нас много очень залов. Ты можешь приехать, есть хорошие ударники, кикбоксеры, боксеры. И для сбора в Дагестане это вообще, я думаю, сам раз. Потому что там и поездка недорогая, и жить там недорого. Поэтому я полностью согласен с Абдулманапом Магамедом. А как сейчас ты тренировался в Дагестане с казахами? Если честно, в Дагестане у меня с казахами так и не получалось потренироваться, наверное. Я же говорю, я в основном тренировался в Омске. Но я вот переехал, сейчас последние годы я в Дагестане. Ну и пару раз я также выезжал на сборы к Александру Шлеменко. Потому что клуб Штом для меня как родная семья стала. Я там 5 лет в этом зале. Мы с ребятами хорошо общаемся, дружим. Вне зала тоже. С казахами. Казахи в основном приезжают на сборы к Абдулманапу, на Магамеду. А я у Манапа проходил только один раз сборы. И там казахов не было. Ты должен учиться, что ты дрался с двумя казахстанцами. Но с казахами будешь драться впервые. Да, тоже интересно. С казахами я буду драться впервые. Ну с казахами я просто... Я дрался с казахами. Я дрался, да. Ну в любительском моменте в основном. А профессиональный такой серьезный бой у меня вот впервые с казахами. Ну казахов я считаю, если честно, очень крепкими. Они очень набирают в последнее время. Конкурируют вот с дагестанцами, с россиянами. Вот на международном уровне Казахстан очень близко подходит. Потому что даже по любительской версии, если Россия занимает первое место, Казахстан стабильно на втором месте. Они вот чуть-чуть каждый раз подбираются, подбираются. И видно, что в Казахстане и турниры стали проводить чаще. Идет вся работа в развитии ММА. И мне очень интересен этот бой, этот турнир. И я даже не раздумываясь в течение полчаса сразу согласился. И посмотрим, что получится. Мог бы рассказать для себя, выделить ТОП-3-5 бойцов из Казахстана, которых ты видел, как они работают в клетке и почему, по именам может быть? Я, может быть, какие-то имена могу не запомнить, но мне нравится Шалкад Роману, правильно же сказал? Да, да. Очень хороший боец. Есть Жалгас, Жомагулов. Есть еще в М1 чемпион 57, хороший парень, вот только Акшимов, по-моему. Вот он мне, если честно, нравится больше всех, можно сказать, потому что он на вид особо не впечатляет, но удар у него хороший. Все бои потом, тем более в такой категории 57 кг, он заканчивает нокаутами. Дамирис Магулов? Ну, его я больше оцениваю, как российского бойца, потому что он тренируется в России. Ну, Дамир, это, конечно, я про него не вспомнил. Дамир уже UFC, очень зрелищные бои показывает, и в М1 уже прошел всех, можно сказать. Дамир тоже очень такой топовый боец. А свою как карьеру ты видишь дальше? В ближайшие, скажем, 3 года, какие у тебя цели? У меня цель сейчас только вот этот бой, выиграть этот бой, а дальше уже само сложится. Но у меня есть уже фан. Пока нет смысла об этом говорить, потому что завтра, послезавтра ищется вся моя карьера. Потому что за моим боем будет наблюдать 2-3 такие топовые организации. И у меня есть как бы даже уже такая заочная договоренность, если при успешном моем выступлении они готовы со мной заключать и контракты, и работать дальше. Поэтому я говорю, я психологически очень заряжен. Просто еще раз хочу сказать, братьям казахам, не расслабляйтесь, я готов удивить. Можно ли ты сказать, что у тебя есть какое-то преимущество? Потому что Ермек, так скажем, вышел, он как бы на пенсии у вас находится, вышел ради тебя на этот бой. В дом с фанатами М1 в Казахстане ждали давно, чтобы он вернулся в автогон. А у тебя это, как бы, бой всей твоей жизни практически. Для этого есть твое преимущество? Я уже как говорил, преимущество мое, это моя психологическая подготовка. Я очень сильно заряжен на этот бой. Но это все до боя, в октагоне это все может поменяться. Потому что там ни слов не останется, ни чего не останется. Там останется все то, что ты делал на тренировке. Как ты вставал на пробежку, не вставал, ты выкладывался на тренировках или нет. А то, что вот, может быть, Ермек тоже соскучился по боям. Тут палка двух сторон. Может быть, он не войдет в ритм боя, а может, как раз таки он соскучился и с первого же минута начнет давить. Поэтому здесь тяжело предугадать. Но преимущество, как? Ну, мы сами знаем, ММА это опасный вид спорта. Там один удар или одна ошибка, она все решит. Преимущество Ермека я оцениваю, что он физически сильнее меня. Мое преимущество, наверное, то, что я чуть моложе, быстрее, разностороннее в стойке буду. Да, и в борьбе я не думаю, что я ему выступлю. Но бой на самом деле, я сам оцениваю этот бой 50 на 50. Тут, я думаю, выиграет, скорее всего, тот, кто реализует свой план. И вот такая вот будет борьба. Давайте еще один вопрос такой. Топ-трех бойцов ММА, мировых, на которых ты смотришь и думаешь, у них есть очень хорошая практика, скорость, удар. Кто эти бойцы? Ну, это, безсомненно, конечно, Хабиб Магомедов, за которым уже все смотрят, наблюдают. Для меня лично это Александр Шлеменко. И я в детстве сам тоже рос на боях Федора Емельяненко, наверное. Но в данный момент больше всего Хабибу Магомедову, Александр Шлеменко. Мне интересно. Но у меня есть в Агистане очень много знакомых бойцов, которые выступают на высоком уровне. Конечно, я за ними тоже наблюдаю, помогаю им. Они мне что-то советуют. Но больше мне нравится вот тактика Хабиба, как он вяжет соперника. И также тактика Александра Шлеменко, удары разворотом, как он все время прессингует. Может быть, в последнее время он где-то проигрывал, где-то что-то. Но вот его вот этот настрой психологический, как он прет вперед, вот это больше мне по душе. Ты, наверное, наблюдал за боем Тагирова, Мабекова и Жаража Могу в финале файд-мэйти. На твой взгляд, кто победил? Очень хороший вопрос вы задали. Как раз таки я даже сам должен бой этого упомянуть. В бой я думаю, что Тагир выиграл 3-2 по раундам. И когда я уже принимал решение по поводу этого боя, выступить в Казахстане, мне все писали знакомые, не соглашайся, тебя там засудят. Там не дают победу. Все мне это писали. Я бы на это просто ответил спокойно. Все по воле силышнего. Я очень верующий человек. И кто бы меня не захотел засудить или что-то, есть что-то сильнее этого всего. Я в это верю. Если силышний мне приписал победу, то я думаю, никто хоть. Кто бы сюда не пришел и не захотел меня засудить, не засудит. Ну, конечно, это профессиональный спорт. Здесь все может быть. Но я больше верю, что по воле силышнего все будет так, как должно быть. И по-другому быть не должно. Если не суждено проиграть, я завтра проиграю. Если суждено выиграть, я выиграю. Но это не означает, что я выйду и буду там стоять в клетке. То, что суждено, то и случится. Я создам причину, я буду идти вперед. Я сделаю, я отдам все. А уже результат боя, как выйду угодно силышнему. Хотим тебя обрадовать, что в отличие от Fight Night на завершенном турнире. Во-первых, вы организовываете Алаш Прайд. Это другая совершенно организация. И будет четыре судьи с разных стран. А в тот вечер на Fight Night были судьи только с Казахстана. Я в это очень надеюсь. Просто тот турнир тоже Fight Night проводили совместно с Алаш Прайд, если я не ошибаюсь. Выстрелили просто несколько бойцов своих. Просто там разговаривали, что там судейская часть какая-то ложилась на Алаш Прайд. Поэтому я сам опасаюсь этого. Я, конечно, мне бы хотелось бы до срочной победы. Но это не бой там за задний двор там где-нибудь. Это очень серьезный уровень этого боя. И уровень бойца, соперника тоже высокий. Потому что он дрался много где-то и за границей. Ну, будет у меня возможность, я постараюсь финишировать. Не будет, я готов три раунда по пять минут. Ну и в конце ты мог бы поблагодарить всех тех, кто тебя готовил. Тех, кто помог тебе сюда приехать. Может быть, финансово, морально, психологически. Я хотел бы, конечно, поблагодарить школу Шторм. Директора этой школы Ивана Колесника. Это мой очень близкий друг. И также, конечно же, Александра Шлеменко за данную возможность выступить на этом турнире. Я хочу поблагодарить клуб Академии ММА в Дагестане. Моего тренера Сула Магомедалиева. Всех ребят, которые помогали мне. Они выкладывались, работали на меня. И провели очень хорошую работу. Также я благодарен менеджеру Владимиру, который поспособствовал моему приезду в этот город на этот турнир. И также всех родных, близких. Хочу поблагодарить. Мне очень много людей пишут, настраивают. Поддержка чувствуется. Я не волнуюсь. Все нормально. Благодарю тебя за это интервью, за откровение. Желаем тебе успехов в карьере. Не только в завтрашнем бою, но и в будущем. Надеюсь, что ты будешь себя стойно представлять. Ну и, конечно, пополнение в твоем семействе. Спасибо. Продолжение следует...